14 июня отмечается Всемирный день донора. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ланштейнера, открывшего группы крови и получившего в 1930 году за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В этом году лозунг Всемирного дня донора – донорство крови как акт солидарности. Участвуя в таких акциях, человек проявляет свои лучшие качества – доброту, сострадание и заботу. Ежегодное переливание крови позволяет спасти миллионы человеческих жизней. В честь Дня донора Краевая станция переливания крови провела очередную выездную акцию. Поучаствовали в Добром деле и жители Станицы Северской. Я первый раз сюда пришла. То есть тоже просто помощь людям. Долг наш – помочь кому-то. Когда-то наша кровь кому-то понадобится. Почетный донор я уже 60 раз дала кровь. У меня есть значок, что я почетный донор. Есть удостоверение почетного донора. Ну, помогаю людям. Всего в мобильном комплексе кровь сдали 60 доноров. Каждый из них получил денежное вознаграждение и памятный сувенир. 37-я сессия Совета депутатов муниципального образования «Северский район» прошла в стенах района администрации. По доброй традиции началось совещание с приятного. Председатель Совета Василий Попандопола вручил почетные грамоты от лица депутатского корпуса представителям ТОСов за особый вклад в развитие района. А также благодарственное письмо от Совета молодых депутатов волонтерскому отряду из школы номер 14 поселка Ильский. Вопросы, которые обсуждали депутаты, касались районного бюджета и рекламента работы самого Совета. Также немало внимания было уделено списанию недвижимого имущества в поселениях, находившегося до недавнего времени в распоряжении бюджетных организаций. По итогам сессии все основные вопросы были рассмотрены, а решения приняты. Далее последует не менее ответственная процедура их исполнения. Очередная сессия Совета молодых депутатов муниципального образования «Северский район» прошла в актовом зале районной администрации. Главный вопрос обсуждения – борьба с курением и употреблением алкоголя в молодежной среде. После просмотра документального фильма о законодательных мерах профилактики и о вреде наркотических веществ алкоголя, депутатский корпус приступил к обсуждению конкретных законотворческих инициатив, которые помогут реализовать меры борьбы с зависимостями на территории района. По итогам встречи были рассмотрены различные механизмы и правовые аспекты проблемы для дальнейшей реализации на практике. В Северском районе сотрудники госавтоинспекции проверили, правильно и безопасно ли автовладельцы перевозят своих детей. По словам начальника отдела ГИБДД по Северскому району, задача, которую ставили перед собой сотрудники полиции – не наказать автомобилистов, а предупредить и проинформировать родителей о том, чтобы они перевозили детей только с использованием удерживающих устройств. Говорить об актуальности проведения подобных профилактических мероприятий не приходится. Как показывает статистика, самыми незащищенными в автокатастрофах оказываются именно дети. Если они перевозятся не в специальном автокресле или не пристегнуты ремнями безопасности, то даже при самых незначительных столкновениях машин или резком торможении попросту падают со своего места, ударяясь и получая серьезные увечья. Как так получилось? Просто торопились и забыли? Или как? Да неудобно в кресле сидеть, она высокая для своего роста, ремни давят, поэтому сели уже так, с обычным ремнем. Согласно правилам перевозки детей, ребенок возрастом до 12 лет должен ездить в автомобиле только будучи пристегнутым ремнем безопасности. Детское кресло, соответствующее возрасту и весу детей, может быть установлено на заднем или переднем сидении рядом с водителем. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя свободно и комфортно. Вы всегда пристегиваете ребенка, когда вы направляетесь в автомобиль? Так важно постоянно напоминать родителям о требованиях безопасности. Напоминаем, за нарушение правил перевозки детей родителям грозит штраф – 3000 рублей. Сотрудники полиции соседались в ловкости, быстроте и главной меткости на финальных лично-командных соревнованиях Станицы Григорьевской. Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой среди команд МВД России по Краснодарскому краю проходили в два этапа – в период с 14 по 15 июня. Стоит отметить, что полигон Станицы является учебной базой Краснодарского университета МВД России. Это финальный этап по ослуженным предполагаемым видам спорта. В данных соревнованиях участвуют 17 команд с края. По итогам этих соревнований будут выбраны лучшие спортсмены, которые поедут в город Казань в сентябре этого года, отстаивать честь кубанской полиции уже на всех этих соревнований. По результатам командного соревнования первое место досталось ГУМВД города Краснодара. Все победители и призеры соревнований награждены ценными подарками и дипломами. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова